История игры настольного тенниса начинается с конца 19 века. В 1926 году была образована Международная федерация настольного тенниса. С 1988 года настольный теннис стал олимпийским видом спорта. На 2017 год настольный теннис входит в число самых популярных видов спорта на планете и имеет более 850 миллионов поклонников. Люди, кто увлекается и участвует в различных соревнованиях и турнирах по настольному теннису, имеются и в Артёмовском городском округе. Кроме этого, почти в каждой школе стоит теннисный стол, где ученики могут поиграть в пинг-понг на переменах и после уроков. Также работают опытные тренеры, готовящие наших ребят не только на соревнования, но и в спортивные школы и школы Олимпийского резерва. Поэтому очень отрадно, что для развития этого спортивного направления делают всё возможное, в том числе и открывают новые спортивные площадки. Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев и генеральный директор УГМК Андрей Казицын в Екатеринбурге открыли новый зал настольного тенниса. В спортивном комплексе будут заниматься 120 детей от 6 до 9 лет. Кроме того, зал станет тренировочной площадкой для теннисистов Училища Олимпийского резерва номер один. Отдельные часы будут выделены для ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы думаем, что получится. И Саша Захаров, который мне сказал, я уверяю, что это будет лучший регион настольного тенниса. Но вот попробовали. Прошло 10 лет. Как будто вчера мы договаривались, а сегодня уже ваш клуб. Это по сути основа сборной России. Ваш клуб это чемпион европейской линии. И школа лучшая в России – это здесь. Поэтому, на мой взгляд, у нас всё получилось. Евгений Куйвышев поблагодарил строителей за подготовку зала, а руководство компании УГМК – за развитие школы тенниса на Урале. Сейчас в Свердловской области работают 30 отделений настольного тенниса в детских спортивных школах и на крупных предприятиях. В них проходит обучение порядка 4 тысяч детей и подростков. В посёлке Болтым открыт самый современный в стране центр олимпийской подготовки по настольному теннису. В Ерустенах тренируются игроки национальной сборной. Занимаются опытные спортсмены и юниоры. Сегодняшнее событие, которое приурочено в десятилетие, это тоже очень важный шаг в развитии спорта, в развитии настольного тенниса. И действительно, настольный теннис для Свердловской области имеет давние корни, что очень отразно и важно, и приятно, потому что компания УГМК очень динамично развивает и внедряет интересный спорт в городах своего присутствия и не только. Свердловская область по праву может считаться российской столицей настольного тенниса. В 2014 году в регионе успешно прошёл чемпионат России. В 2015 году Екатеринбургу и клубу УГМК было доверено право проведения чемпионата Европы по настольному теннису. Мы очень рассчитываем, я вот сейчас, когда на всё смотрел, вспоминали с Евгеньевичем, а может быть нам всё-таки удастся проломбировать возможности, в первую очередь, с Евгеньевичем, возможно, в мировой лиге настольного тенниса, чтобы к нам приехал чемпионат мира. Но у нас вот для этого сейчас есть, мы знаем как, потому что чемпионат мира буквально только что был проведён, соответственно, мы можем всё это очень достойно сделать и ещё больше популярность запретать настольного тенниса. Также Андрей Казицын отметил, что за 10 лет существования клуба настольного тенниса УГМК построены не только площадки для игр, но и создана сильная преподавательская школа. УГМК УГМК